Приветствую, друзья! Я Бахтина Елена. Сегодня хочу ответить на часто задаваемый вопрос. Мне доктор сказал использовать не соевый лицетин, а подсолнечный лицетин. Почему вы, Лена, советуете соевый лицетин? Так, правильно задала вопрос. Кстати, подпишитесь на этот YouTube канал, потому что я регулярно выпускаю полезные видео. И поставьте лайки, потому что, когда вы ставите лайк, возможно, кому-то из заинтересованных попадется в мои видео в том числе. Я этого сделать не могу, а вы точно можете. Спасибо вам за это. Так вот, я не советую соевый лицетин. Я не советую подсолнечный лицетин. Я советую очень качественный лицетин. Смотрите, когда вы кушаете какую-нибудь шоколадку, когда вы кушаете какую-нибудь, допустим, мороженку, вы там обязательно найдете лицетин, потому что лицетин это эмульгатор. Я это повторить не могу, поэтому я, пожалуй, вам зачитаю. Как делается промышленный лицетин? А тот, который в вашей шоколадке, он получен промышленным путем. Это никакой не биологически активный комплекс. Вот просто слушайте. Берут соевые бобы. Их доставляют, как правило, из Северной Америки. Очищают частично лущат, перемалывают так, чтобы получились тонкие хлопья. Затем эти хлопья вымачивают в больших количествах растворителя. Знаете, что такое растворитель? Ацетон. Так. В результате получают мисцеллу. Смесь – это смесь растворителя, масла и самого лицетина. Дальше фильтруют мисцеллу, в результате чего растворитель отделяется путем дистилляции в вакууме. И остается красновато-желтое масло, которое содержит небольшое количество лицетина. Чтобы отделить этот лицетин от сырого соевого масла, его нагревают до 80 градусов. Затем смешивают с водой. Лицетин натягивает, впитывает себя в воду, набухает и осаждается. Благодаря этому его можно легко выделить из массы. А теперь, внимание, правильный вопрос. Скажите, пожалуйста, в этом лицетине, который мы таким образом получили, много ли остатков белка? Если соя содержит белок, жиры, какое-то количество углеводов, мы сконцентрировались на экстрагировании жировой компоненты. Так, белка не должно быть. Ну, понимаете, да? И вряд ли вам понравилось, как я сделала для вас лицетин соевый, да? Ладно. Но вы любите подсолнечный. Позвольте мне зачитать, как я бы сделала, если бы перед мной стояла задача в промышленных масштабах получать, как я получила бы этот лицетин. Итак, мы берем семена подсолнечника, обрабатываем растворителем, конкретно ацетоном. При организации обезвоживания в 5 ступеней при температуре 55 градусов Цельсия мы получаем обезжиренные фосфатиды, которые дальше фракционируют этиловым спиртом в 4 ступени при температуре 45 градусов Цельсия. А это вам понравилось? Теперь, друзья, очень важно понимать, что вы и так накушаете с лицетина промышленного происхождения. И здесь уже абсолютно все равно из подсолнечного масла или из соевого масла. А когда вы приобретаете для себя биологически активный комплекс, который называется лицетин, его готовят непромышленным путем. Его готовят, если, конечно, это качественный товаропроизводитель, с любовью. Например, соевый лицетин производят из очищенного соевого масла. Это низкотемпературный процесс, низкотемпературная обработка с сохранением всего, что можно сохранить. Подсолнечный лицетин получают путем экстракции, но опять-таки тут экстракция, из подсолнечного масла. И дай бог этому товаропроизводителю, который использует в качестве экстракции, например, ацетон, выветрить этот ацетон, очень тщательно отделить этот ацетон от того, чего товаропроизводитель хочет вам дать в качестве биологически активного комплекса. Поэтому я настаиваю, друзья, не надо использовать соевый, не надо использовать подсолнечный, надо использовать лицетин от товаропроизводителя, который принципиально давно серьезно занимается производством биологически активных комплексов. Компания НСП делает это 50 лет, провела свои продукты через 50 министерств здравоохранения, и это, скорее всего, самое высокое качество, до которого я могу дотянуться, вы можете дотянуться. Это просто нужно понимать. Какое еще нарекание на соевый лицетин? А соя вся генетически модифицирована, 95% сои генетически модифицирована, соответственно, остатки соевого белка попадают в лицетин, и вот. А я вам только что механизм производства прочитала. То есть мы работаем, даже когда мы с любовью и качественно извлекаем лицетины, мы работаем с жировой компонентой. Если я хочу получить что-то из белковой компоненты, соевого продукта, то мне нужно применить совершенно другие методы извлечения, чтобы извлечь водорастворимые продукты под названием белок, аминокислоты, или, например, изофлавоны соевые, которые тоже относятся к категории белок. А тут мы работаем с жировой частью. То есть изначально берется соевое масло. Просто посмотрите, сколько в соевом масле находится белка. Практически нет. И из соевого масла мы еще получаем эти фосфолипиды, этот самый лицетин. Понимаете? Вот в этом разница. Поэтому на лицетин соевый не бывает аллергии, даже у тех людей, у которых бывают аллергии на сою. И эта генетическая модификация, она на сою нас вообще не должна смущать. Тем более, тем более, показываю. Тем более, что НСП подходит к этому вопросу очень серьезно. И когда-то мы задали вопрос по поводу коктейля. Это белковый коктейль был Smart Meal. Вот он так, этот ответ на этот вопрос звучал. Мы задали вопрос американскому товаропроизводителю. Где гарантия, скажите, пожалуйста, что коктейль, содержащий соевый белок, не содержит генномодифицированную сою? На что компания ответила вот таким официальным письмом. Декларация, подписанная человеком, который отвечает за качество, вице-президентом отдела качества и нормативного регулирования компании НСП, на Smart Meal, ванильный коктейль и перевод к ней. Так вот, это было подписано государственным нотариусом США. То есть проведена проверка, подписана государственным нотариусом США. Nature Sunshine Products гарантирует, что по имеющимся у нас данным, следующие продукты не содержат сильных психотропных, наркотических, ядовитых веществ. А также по имеющимся у нас данным, используемое исходное сырье не является генетически модифицированным. Данные продукты не содержат гормонов и пестицидов, а также сильнодействующих допинговых веществ, синтетических лекарственных средств и других запрещенных веществ, входящих в список ВАДА. Изготовлены без использования нанотехнологий. И это серьезный документ, подписанный вышеуказанным лицом, вице-президентом по отделу качества, подписанным государственным нотариусом. Вот, США, штат Юта. Хорошо, следующий момент. Ну, слушайте, в соевом лицетине содержится, да, и по поводу подсолнечного лицетина, друзья, вы прям уверены, что подсолнечник не геномодифицированный? Просто если геномодифицированную сою продают и направо, и налево, с подсолнечником так не происходит, но он тоже геномодифицированный. Более того, есть перекрестное опыление, и дикорастущий рядом с геномодифицированным подсолнечником, они уже зацветают в одно и то же время, я специально провела исследование на эту тему. Так что я не думаю, что те люди, которые используют подсолнечный, только подсолнечный, подсолнечниковый лицетин, они прям себя уберегли от геномодифицированных фрагментов организма. Следующий момент. Сою нельзя использовать, потому что у меня гипотириоз, а там в сои есть вещества, которые препятствуют всасыванию йода. Но опять-таки тоже и на эту тему нужно каким-то образом нам с вами договориться. Изофлавоны. Да, это биологически активные соединения, которые могут, способны влиять на работу человеческого организма двумя путями. С одной стороны, препятствовать всасыванию йода. Ну, точно так же, как, например, когда вы кушаете, например, сейчас скажу, орешки, в орешках содержится какое-то количество веществ, которые препятствуют всасыванию некоторых аминокислот. Да, такое тоже есть, да? Вот, точно так же изофлавоны, они могут препятствовать всасыванию какого-то количества йода, но они не способны остановить функцию щитовидной железы. Поглощение йода щитовидной железой способно немножечко снизить. Но для этого нужно большое количество изофлавонов. Я так думала. Однако я посмотрела исследования, 14 клинических исследований, в которых оценивалось влияние соевых продуктов, когда вы не лицетин соевый используете, не хуже, не масло соевого, в котором еще могут быть примеси изофлавонов, потому что изофлавоны все-таки белок, а прям соевые продукты, где точно есть изофлавоны. Так вот, исследовались функции щитовидной железы у здоровых и у больных гипотиреозом людей, и пришли к выводу, что их употребление либо вообще не влияет на этот орган, либо влияние настолько слабое, что невозможно, не может сказаться на самочувствии. Под это видео, если хотите, я положу статью о влиянии соевого белка и изофлавонов соя на функцию щитовидной железы. Ничего. Поэтому доказательств, что продукты из приготовленной сои могут каким-то образом навредить здоровым и больным людям, их просто нет, этих доказательств. Потому что этих изофлавонов нужно огромное количество. Мы столько не с соевыми продуктами, тем более не с производными соевых продуктов получить не в состоянии. Также доктор может сказать, а вашему мальчику лучше использовать подсолнечный лецитин, потому что в соевом содержатся остатки женских половых гормонов. Ну, во-первых, никаких женских половых гормонов нет в сои. Есть фитоэстрогены, которые вот и относятся к этой группе изофлавоны сои. Изофлавоны сои. И опять-таки, изофлавоны сои – это водорастворимая фракция. Она уйдет с соевым белком. А мы работаем с жирорастворимой фракцией. Это тоже нужно понимать. Соответственно, нет шансов, вообще нет шансов, используя лецитин соевый, каким-то образом навредить ребёнку мужского пола, женского пола, любого пола. Так, что ещё хотела вам сказать по лецитинам? Я хотела сказать, что я на самом деле провела большую работу, и я начитала большую презентацию, лекцию по поводу лецитинов. Я думаю, что вам её нужно посмотреть. Под этим видео будет ссылочка. И я в этой лекции вам рассказываю, что такое жирная ладошка красоты и насколько это важно. Не только лецитин, но и омега-3. И ещё коэнзим Q10 очень важны. И витамин D. Это создаёт жирную ладошку красоты. За всеми этими жирорастворимыми веществами ещё витамин А. Нужно следить, нужно их себе давать. Но если сегодня о фосфолипидах, почему настолько важно получать достаток по фосфолипидам? Потому что фосфолипиды входят в структуру ваших биологических мембран. Каждая мембрана, а это дыхание мембраны, прозрачность мембраны, проницаемость мембраны, избирательная проницаемость. Боже, я могу об этом говорить часами. Ваша печень нуждается в качественных фосфолипидах. Ваша система переноса холестерина нуждается в качественных фосфолипидах. У кого дефицит качественных фосфолипидов, у того и неправильное соотношение хороших и плохих холестеринов, соответственно риск патеросклерозу ваша желчь состоит в том числе из фосфолипидов если фосфолипидов лицетинов будет мало то будет много холестерина и будут образовываться камушки ваш мозг это самый жирный орган состоит из омега-3 состоит из лицетина и так далее 30 процентов головного мозга это фосфатидил серен и другие лицетины то же самое центральная нервная система митохондрии это мембрана на мембране и эти мембраны должны быть очень качественные и состоят вас на в преимущественно из в разновидности фосфолипида который называется кардиолипин и от того насколько этот кардиолипин хорош встроен зависит достаточно о вашей любой клетки энергии или нет это очень важно ну и конечно профилактика паркинсона и синдрома альцгеймера опять-таки ссылаясь на исследование вот по работе этих самых митохондрий потому что митохондрии состоят из фосфолипидов которые окисляются это перекисное окисление липидов окислительный стресс и нужно вовремя заменять отработавшие старые фосфолипиды на новые для этого нужно просто суточную норму давать ну и так далее друзья легкие профилактика рака и так далее посмотрите это очень ценное видео она прямо под под этим видео можно давать с помощью обычных продуктов питания фосфолипиды 3 яйца в день обеспечит ваш суточный вас суточной нормой ключевого липида человеческого тела и тут начинается воли лена мне только два яйца в неделю доктор разрешила ты говоришь три яйца каждый день я не говорю вам три яйца каждый день так закокать можно на самом деле завтраки должны быть разнообразны но опять-таки я читала исследования в которых были одна группа людей которые три яйца каждое утро съедали а другие которые вообще яиц не ели если следили за ними лет двадцать от чего начнут умирать инсульты инфаркты с одинаковой частотой то есть вот знаете в медицине очень много каких-то мифов на самом деле просто реальный миф поэтому поэтому считала отдельное исследование где говорится что холестерин который содержится в большом количестве яйцах не атерогенен по своей природе потому что он в сочетании с фосфолипидами которые в большом количестве находятся в яйцах это очень важно фосфолипиды как эмульгатор и они всегда работают как эмульгатор вот поэтому призываю вас пользоваться качественнейшим лицетином вот лицетин производственный я в него прям влюблена это в моей ладошке красоты каждый день утречком я съедаю 2 лицетинки вечером я съедаю 2 лицетинки просто мне нужно соображать мне нужно иметь красивую печень мне нужно иметь функционирующий мозг бо мне много чего нужно вот тут в одной штучке в одной штучке 560 миллиграмм фосфолипидов а именно лицетина соответственно если суточная норма 5 грамм в день а я ем по 2 2 раза утром вечером нет я ем по 2 по 2 2 раза да это получается 2 грамма я себе даю и соответственно думаю что еще 3 грамма я возьму из обычных продуктов питания вот таким вот образом а такой же лицетин высококачественный продается и в европе тоже производстве nsp по две капсулки я три раза в день не ем а вот два раза в день всем советую а вот используйте на здоровье надеюсь было полезно если я была полезна но вы знаете что нужно делать нужно подписаться обязательно скользните под это видео потому что тут есть информация по лицетинам и дослушайте дослушайте и создает создавайте свою ладошку красоты до новых встреч